Приветствую вас дорогие друзья и коллеги по хобби. Начинаю новую стройку, кто смотрел анонс тот уже знает. Начинаю делать Т-44, Т-44 раннего образца. Буду делать его без внутрянки, просто модель, так как решил внутренние части оставить для других работ, например двигатель для заполнения кузова автомобиля или куда-нибудь в другом проекте использовать. Так как буду делать все глухое, смысла я во внутренностях танка не увидел, поэтому буду делать просто модель, модель без внутрянки. И сразу хочу рассказать вам о уже о замеченных достоинствах набора и недостатках, но недостатках больше из-за сложности самого набора. Один из недостатков, который мне не понравился, это то, что очень много литников и детали, например, от ходовой разбросаны по разным литникам. И надо быть очень внимательным, постоянно перебирать эти литники, чтобы срезать какую-то нужную деталь, чтобы собрать хотя бы даже подвеску торсионов. Это находится на трех разных литниках. Вот эти части на одном литнике, это на другом, это на третьем. Ну и также и со всеми деталями, даже с катками. Чтобы собрать каток тоже надо с разных литников срезать детали. Вот это один из недостатков, но это скорее не недостаток, а скорее сложность, сложность самого набора. Чтобы сделать хорошо литье, чтобы сделать хорошо детали, фирме пришлось так разъединить, расчленить на много деталей, на много литников, сам набор. Но, конечно, качество, качество сборки на высоте. Все собирается без проблем, все собирается отлично. Собрал уже одну ленту гусеничную и хочу вам показать, как оно собирается. Сложно обрабатывать данные траки, так как на некоторые траки подходят 4 питателя, а на некоторые траки приходит по 5 питателей. И это, конечно же, надо хорошо срезать и хорошо зачистить. А вот собираются, например, тут шпеньки, дырочки на один щелчок. Но опять, пластик мягкий, его очень хорошо обрабатывать, но вот в некоторых местах он плохо держится. Плохо держится. Когда собираете траки, не забудьте, что у тридцать четверки они идут один с клыком, один без клыка. Видите, мягкий пластик и за счет этого щелчка нету. Вот здесь уже хорошо собрался. Проблем никаких нету, но я думаю, они, конечно, рабочими не будут, хотя в наборе они называются рабочими. Но вот за счет этой системы и мягкого пластика эти шпеньки съедаются и траки со временем просто развалятся. Если это произойдет на готовой модели, конечно, это будет очень неприятно. Поэтому я потом, когда соберу ходовую, сделаю... Вот видите, здесь нету одного шпенька. Придется эту часть уже склеивать, сажать на клей. Вот, один из недостатков данных траков. Но из плюсов все равно его придется склеивать, если бы это были наборные траки, которые пришлось бы склеивать. Их, конечно, очень просто соединить все вместе, наложить на ходовую. Вот видите, оно даже соскакивает, когда их трогаю. Положить на ходовую, сделать нужный нам провис. Потом супер клеем. Клей я использую мистер Кобби, мистер Цемент С. Супер текучий. Очень понравилось, как он растекается. Буквально маленькое касание кисточки и клей забегает по щелям, куда ему нужно попасть. Вот, пройдусь легонько клеем и оставлю уже не рабочими траки, а склею. Хотя и подвеска дается, и торсионы вот даются рабочими. Конечно, это большой плюс, но если хотите рабочую подвеску, то лучше, конечно, заказать металлические траки, и они будут рабочими. Очень понравилось литье набора. Все хорошо, все детали отлиты. Все детали качественно сделаны. За счет мягкого пластика хорошо обрабатываются. Буквально хватает провести один раз два ножом по одному месту, и все очень хорошо зачищается и обрабатывается. Вот, сейчас прикладываю кисточку, и клей очень быстренько растекается. Рекомендую данный клей. Я его пробую первый раз, и он мне очень понравился. Сейчас покажу, как собираются торсионы. Ложу в сторону, чтобы не мешало. Интересный механизм задумали. Изобразили. Так вот укладывается. С этой стороны приклеиваем. А с этой стороны оставляем неприклеенным. Технологично делаем с другой стороны. Чем хорош клей приложил. Он затек, быстро испарился. Сразу пластик схватился. И можно дальше продолжать работу. И не оставляет следов сверху на детали. С детали быстро испаряется. С краев. Но при этом приложу. Сейчас он повыступает с щелей. И здесь в торсион наш пенек. Насаживается балансир. И вот он получается рабочим. Интересно придумали. Почему бы так не делать на других моделях. Я думаю мини-арт скоро выпустит и серию тридцать четверок. Траки ходовая у них уже заготовлена. И я надеюсь в скором будущем соберу и тридцать четверку от этой фирмы. Хоть и много деталей, но очень впечатляет сам пластик. Впечатляет сборка. Все становится без каких-либо подгонов. Срезал, зачистил, приклеил. Все стало на свои места. И все работает. Заметил один нюанс, когда собирал катки. Об этом сейчас расскажу попозже. Сейчас поставлю торсионы. Вставляется. Но модель сложная. Если вы хотите начать моделизм и хотите начать его с этой модели, то я не советую. А если ее еще собирать с полной внутрянкой, то это конечно будет очень тяжело и займет немало время. Все хорошо отлито. Видно сварные швы. Даже днище проработано. Сейчас покажу вам, что я заметил в инструкции, собирая каток. Как видите, при сборке катка написано, нарисовано, что шпенек надо вставить в середине катков. Здесь это указано и здесь тоже показано. Попробовал я сначала сделать так, смотря в инструкцию. Смотрю, у меня катки не собираются. В итоге надо склеить два катка, потом вставить отсюда шпенек и закрыть. Так будет правильно. Например, уже вот здесь показано, что надо склеить две половинки, а потом уже вставить шпенек и закрыть. Не знаю, почему такая ошибочка в инструкции произошла, но всем свойственно ошибаться. Но вот это вот я обнаружил. Вот как хорошо все сделано, чтобы дырочки совпадали. Тут все интересно так отбалансировано. Соединил. Вот. Теперь вставляю. И приклеиваю. И, конечно, вот что мне не понравилось, маленькая точка крепления. С балансиром. Совсем чуть-чуть. Придется тоже вклеивать наглухо, чтобы они не соскакивали. Вот. Как бы оно держится, но чуть-чуть потянуть оно соскакивает. Вот. Сделал боковые части ванны. Сейчас это все соберем, приклеим. Где надо побольше клея, наносим больше. Теперь капнем. Остегся. Теперь приклеим на второй половине. Все. Все на своем месте. Приклеим сейчас эту деталь. Приклеим. 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 Приклеим на таком месте. Остегка. Приклеим. Немного прихватим. И поставим сейчас боковые части. Здесь хорошо проверим. В эту сторону тоже все хорошо становится. Наверное склею я это все за кадром, потому что придется немножко подождать, чтобы клей схватился. Поэтому иду сейчас на небольшую паузу. Склеил ванну корпуса. Все очень хорошо, достойно стало на место. Сейчас вставлю. Вот так вот интересно вставляется деталь. Вот. Оп. Стало. И аналогично. А это без направляющей. Сейчас тоже прихвачу на клей. И на этом буду заканчивать эту серию. Дальше буду подготавливать детали. Что-то соберу за кадром. В следующей серии продолжу рассказывать о своих впечатлениях об модели. Смотрите. Ну, очень доволен. Приятно идет сборка. Хоть и много времени уходит на подготовку. Деталей, деталей много. Но от этого и приятно, что модель очень достойно сделана. Вот так вот получилось на данный момент. Все, друзья. До новых встреч. Всех благ вам и вашим близким. Кому интересно, подписывайтесь, продолжайте следить за стройкой.